Прадед нашего героя – легендарный Николай Львов. Чиновник почтового ведомства, поэт, переводчик, художник, геолог, садовод и архитектор-любитель. Этот любитель построил полсотни прекрасных зданий и создал из битой земли Приоратский дворец для Павла I. Так же, как прадед, наш герой разносторонне одарен. Он композитор, театральный деятель, замки и дворцы он в основном рисовал. Но несколько интересных зданий воплотил и в камни. Сегодня мы вспоминаем разнообразные увлечения Василия Поленова. Поленов – гениальный художник, но и деятельный просветитель. Его основное увлечение – театр. На императорской сцене он создавал декорации, а на домашней писал музыку и тексты ставил, играл. В Москве он построил театральную лабораторию для развития деревенских и фабричных театров. Он считал, что именно театр способен привить крестьянским детям любовь к искусству и дать им тягу к образованию. С детства я увлекаюсь историей. Со временем она стала моей работой. Я вожу экскурсии, пишу книги, делаю передачи. Но у меня, как почти у каждого, есть и другое дело. По семейной легенде, Поленов по дороге в Крым в 1887 году любовался из окна поезда приокскими террасами и неожиданно прочел название станции – Свинская. Смешное название не дало забыть речные просторы. И, вернувшись с юга, художник поехал на Аку выбирать себе имение. Ему удалось купить за 7,5 тысяч рублей заброшенную помещую усадьбу в селе Бехово. Но художнику больше нравился вот этот соседний холм, поросший соснами. Со временем ему удалось поменяться. Крестьяне получили даже больше земли, чем отдавали. А художник получил разворот Аки. Синие кромки дальних лесов. Он же пейзажист, ему важны виды. В Крыму, в татарской лавке, Поленов выбрал несколько медных сосудов. Но они были еще не луженые, а в лавке находился только один человек. И тогда наш герой предложил помощь. Он раздувал меха, а мастер долудил посуду. Для меня это символ. Здесь все или сделано своими руками, или по эскизам художника. Пока строили этот большой дом, Поленовы жили в той заброшенной усадьбе в небольшом флигелечке. Когда дом закончили, этот флигель перенесли к новому дому. В нем устроили кухню и соединили его переходом со столовой. Свою усадьбу Поленов назвал Барок. Ну а в 20 веке уже стали говорить Поленова. Какую восхитительную лестницу вырезали по эскизу хозяина дома. Поленов, мастер архитектурного рисунка, из поездок он всегда привозил ведуты, виды городов. Чтобы быть точным при создании декораций, он посетил основные страны европейской драматургии. Грецию, Италию, Испанию, Францию, Германию. И добивался пыльного южного жара. В драмах Кальдерона и рисовал классический университетский городок для трагедии Гетте. С Поленова началась живописная революция на русской сцене. Над декорациями стали работать Васнецов, Коровин, Сапунов. Но, пожалуй, Поленов – первый крупный художник, который начал работать для сцены. Его декорации всегда архитектурно точны и романтически возвышены. В кабинете хозяина стоит необычный шкаф с лавкой и приступочками. Он создан по рисунку Поленова и предназначен для хранения нот. В доме недаром так много музыкальных инструментов. Музыкант Поленов написал цикл романсов на стихи Лермонтова. Литургию, симфонию, ораторию на стихи Аполлона Майкова. Детский музыкальный спектакль Анна Бретонская и оперу «Призраки и лады». Причем прозаическую часть либретта создал он сам, а стихи Савы Мамонтова. Они дружили. До строительства усадьбы Барок часто летом подолгу Поленов гостил в Абрамцеве у Мамонтова. Там он ставил домашние спектакли, пел в них, у него был неплохой бас. Естественно, создавал декорации. В Абрамцеве он встретил свою будущую жену Наталью Якунчикову. Причем венчались они в Абрамцевской церкви, которая создана по рисункам Поленова и Васнецова. 1892 год постройки дома. На камине майолика из Абрамцевской мастерской. Поленов тоже увлеченно лепил, но здесь решили продемонстрировать работу более популярного керамиста. Вот эту голову выполнил Врубель. Оперу «Призраки и лады» первый раз дали в Большом зале консерватории. И Поленов не только приготовил декорации, но и дирижировал. Второй раз эта опера шла в Таруси. В 1915 году с помощью Поленова в бывшем соляном сарае в Таруси открыли народный дом. Тем летом оперу «Призраки и лады» дали три раза. Это много для древолюционной Тарусы. Вот так художник суммировал свои увлечения. Архитектурой я занимался. Поэзией и скульптурой наслаждался. А живописью и музыкой я живу. В первый год гостивший в усадьбе Константин Коровин, стоя у открытого окна, задорно сказал хозяину, а во враге должен быть волк, и завыл протяжно. Из темноты раздался ответный вой. Сегодня вдоль аки сплошные дачи, на реке водные мотоциклы. На современной карте много новых автомобильных дорог. А вот Тульская область 130 лет назад – это другое дело. Все постройки в имении Барок Поленов проектировал сам. Главный дом, флигели, лодочный сарай, дом для рабочих, конюшню. Вот этот коровник под соломенной крышей. Илья Репин вспоминал, что еще в Академии Поленов некоторым архитектором по-родственному сочинял и обрабатывал здания. А те получали медали и звания. Понятно, что тогда он рисовал только фасады. Но в собственном доме справился и с планировкой, и с лестницами. Причем наш герой экспериментировал. Есть бревенчатые дома, есть фахверк. А вот этот коровник сложен из валунов. Поленов смог приобрести землю на Оке и имение после того, как продал картину «Христос и грешница». Император Александр III заплатил за полотно 30 тысяч рублей. Художник долго шел к этой работе. Он говорил, что задумал ее еще в юности. Дважды съездил в Палестину. Зарисовывал места жизни Христа. Но когда в Москве начал разбирать этюды, то понял, что не хватает лиц, типажей. За портретами, как его кумир Александр Иванов, Поленов поехал в Рим. Там изучал историков, и по их описаниям его жена шила аутентичные костюмы для натурщиков, которых затем зарисовывал художник. Величине картины дает представление вот этот полноразмерный эскиз углем. В графическом варианте есть отличие от живописного. Посмотрите, Поленов изобразил Христа в шапочке, как и окружающих его слушателей. Но затем по просьбе своей матери написал более привычный нам вариант – Христа с непокрытой головой. Художник работал над картиной после смерти первенца, двухлетнего Феди. Уже три месяца, как я навсегда простился с ним, окажется, что он еще вчера у меня на руках засыпал. Писал Поленов другу. У него появилась усталость, боль в сердце, мог работать два-три часа в день. Даже говорил, что если удачно закончить полотно, то готов навсегда уйти. Но в том же 1886 году у Поленовых появился второй сын – Митя. А в начале следующего года законченная картина поехала на выставку передвижников. Поленов назвал ее «Кто из вас без греха?», но цензура не пропустила это название и в каталоге напечатали «Христос и грешница». Дом просторный. Я насчитал 13 помещений на первом этаже и 9 на втором. А есть еще лестницы, коридоры, террасы. Вот эту комнату задумывали как детскую, даже назвали игровой. Но после смерти матери Василий Поленов перевез сюда семейные реликвии. Вот за этим бюро еще в 18 веке его прадед Алексей Поленов писал трактат о крепостном праве. В стеллажах – античная коллекция отца. Дмитрий Поленов 4 года работал в русском посольстве в Афинах. Когда профессор Цветаев сделал музей изящных искусств, а Цветаевы – друзья и соседи. Они снимали дачу за окой в Таруси. То в музей изящных искусств Поленов отдал трех кекладских идолов и вазу из коллекции отца. Марина Цветаева вспоминала, что на именинах Натальи Поленовой все гости клеили бумажные фонарики. За лучший фонарик был обещан приз – этюд работы хозяина. Вечером катались на лодках по оке с иллюминацией. Поехать на дачу к скучной тетушке – это одно. А к художнику, фонтанирующему идеями – другое дело. Рядом с главным домом художник построил мастерскую. За европейский внешний вид назвал ее аббатством. Аббатство просторное. Там даже на потолке есть специальный люк, чтобы рассматривать сверху декорации, которые лежат на полу первого этажа. На веранде складывали мозаику из окских камушков, а в башне хранили архив. Почему в мастерской такие маленькие окна? Большое главное окно смотрит на север, на окку, для рассеянного освещения. Когда Поленов начал преподавать в училище живописи, вояне из отчества, то на первом занятии вместо вдохновляющих слов он положил красную восточную ткань и лошадиный череп. Рисуйте. Ушел. Многие ученики отказались. Они уже делали пейзажи, работали с натуры. Ну, Поленов появился через несколько дней и начал объяснять, как неправильно взяты цвета. Он уникальный колорист. Среди его учеников Коровин, Левитан, Головин. Коровин и Головин позже стали театральными художниками, так же, как учитель. А Константин Коровин еще и близким другом. Субтитры создавал DimaTorzok Именно Поленов первым, рассматривая ученические работы, назвал Константина Коровина импрессионистом. Сам Коровин тогда еще этого термина не знал. Интересно, что наш герой всю жизнь экспериментировал и учился. Как-то он пришел в мастерскую к Коровину и попросил поработать у него с натуры, но при условии, что ученик будет его поправлять. Мастеру показалось, что он слишком условно и приторно смешивает краски. Коровин удивился, но дал несколько уроков своей манеры. Когда в 1895 году Поленов оставил преподавательскую деятельность, то ученики направили ему благодарственный адрес. Сейчас бы сказали «благодарственное письмо». Его подписали 262 художника. Поленов перестал преподавать, так как с головой погрузился в евангельский цикл. Он еще раз съездил в Палестину и к 1909 году закончил этот грандиозный труд. 58 работ из жизни Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Закончив евангельский цикл, Василий Поленов занялся развитием фабричных и деревенских театров. Чтобы написать 30 типовых декораций, он на год с фотографом уехал в Европу фиксировать основные виды – перевалы, замки, университеты. На Зоологической улице в Москве по проекту Поленова построили учебный театр. Его художник назвал «Театральная лаборатория для всей России». Там были цеха декораций и костюмов, библиотека, естественно, зал. Хотя нашему герою уже 70, он сам подбирает, пишет и ставит пьесы, ставит эскизы, по которым молодые художники делают декорации. За этими декорациями выстроилась очередь. Учебный театр назвали «Дом театрального просвещения» имени академика Поленова. Поленов собирался расписывать музей изящных искусств. Подобрал художников, составил программу. И хотя денег на эту работу не нашлось, власти собирались наградить Поленова за участие в создании музея. Он просил очередной чин. На это не пошли, Поленов уже не служил, а вот дать ему орден Святого Владимира Четвертой степени – это другое дело. Поленов построил в Бехове деревянную школу, а в Большом Страхове – кирпичную школу. Там два смежных класса были соединены деревянной перегородкой, чтобы, раздвигая ее, превращать классы в зрительный зал. Плотник сделал разборную сцену. В 1913 году сыграли первый спектакль. Савва Мамонтов жил в усадьбе Аксакова и культивировал память об этом писателе. Он переделал сказку «Оленький цветочек» в испанскую драму «Алая роза». Поленов когда-то оформлял и ставил этот спектакль в доме миллионщика Мамонтова, а через 30 лет повторил его в сельской школе силами своей семьи. Алую розу сыграли два раза вот в этом зале. Только тогда деревянная перегородка разделяла два класса. Несколько лет назад школу увеличили и здесь устроили зал. На представлениях яблоку негде было упасть. Собрались крестьяне всех окрестных деревень. После второго спектакля депутат сельского мира благодарил многоуважаемого Василия Дмитриевича и многоуважаемую Наталью Васильевну и их августейшее семейство. Дети, услышав, что они августейшие, прыснули и спрятались за занавес, оставив старших глотать свой смех под грянувшее многолетие. Последняя работа 77-летнего художника – световой театр с семьюдестью двухсторонними картинами. С этой стороны гуашь, она работает на просвет для ночных видов, а спереди акварель для дневных видов. Это ночь, сейчас будет день. Цикл назывался «Кругосветное путешествие» и рассказывал о местах, где побывал Поленов. Он же хотел сопровождать показ рассказом. От тяжелой работы у него не только заболело сердце, но и опухли ноги. Но первый раз показать крестьянским детям свою диораму он хотел только сам. Попросил разрезать голенище валенок, привязать к ногам, и так приехал в Страховскую школу. Время было голодное, постреволюционное. Но школьники нашли белую муку, испекли булку. После представления один мальчик дал ее художнику. На, возьми, Василий Дмитриевич, кушай на здоровье. Редактор субтитров А.Семкин В конце жизни художник жаловался. Когда у меня сейчас покупают этюды, то нюхают, пахнет свежей краской или нет. Если пахнет, дают дешевле. Все-таки Поленову было уже за 70. Работы мастера в расцвете лет – это другое дело. В 1906 году Поленов построил в Бехове, в ближайшем селении к своему имению, кирпичную церковь. До этого у селян была деревянная церковь. Художник объединил в своем проекте черты романской и древнерусской архитектур. Внутри купол поддерживают четыре колонны из белого тарусского мрамора, тарусского известняка. На капителях этих колонн вырезаны листья лотоса. Их Поленов срисовал в церкви царица Елены в Ярусалиме. Иконы для церкви писали друзья – Репин, Якунчикова, Головин. Работали и сами супруги Поленовы, так Наталья Васильевна расписала «Царские врата». После революции усадьбу Барок не тронули. Там со временем устроили музей. А вот церковь Святой Троицы закрыли, и она постепенно разрушалась. Вы видите, нас окружают новые иконы. От прежнего убранства сохранились только вот эти колонны. Их проектировал, рисовал, одну даже сам резал Поленов. Искусство преображает действительность. Так обычно говорят о картинах. Деятельность Поленова не ограничивалась холстом и красками. Он строил школы, народные дома, театры, церкви. Преподавал, писал музыку. Он жил искусством, и это искусство пережило своего творца. Перед смертью Поленов попросил жену повесить над кроватью на стену. Итют Коровина с речкой. Буду смотреть. А умру? Напиши ему в Париж поклон. Василий Дмитриевич и Наталья Васильевна похоронены перед Беховской церковью на высоком берегу Оки. Италия Васильевна похоронены перед Беховской церкви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова